Я думаю, что скоро будут такие все. Сейчас они жулики и воры, а дальше будут вот такие деревянные солдаты. Если ничего не изменить, потому что, ну, потому что так жизнь устроена. То есть, вот, хотелось бы, конечно, что-то изменить в этой жизни. Так, что там у нас? А, еще хотел, вспомнил насчет ворон, да, это в сталинскую эпоху, когда бабушка моя была ответственной за Болтайский район от обл. исполкома, да, она зампредом, обл. исполкома была, вот, и приехала в Болтайский район, ну, туда, откуда вот. Эти товарищи. Да, все эти товарищи, из тех мест, да, вот она туда приехала, а к ней подходит, говорит, а воробьев-то вот как заготавливать? Она говорит, каких воробьев? Они говорят, ну, как, каких нам приказали 10 тысяч воробьев заготавливать? Мы уж начали тут вообще молотить. А очень удивился, говорит, как за... Ну, и ей несут телеграмму, она читает, там написано, немедленно заготовить 10 тысяч воробьев. И все. Ну, они начали сразу заготавливать 10 тысяч. Имелось в виду, что это уборочная, имелось в виду 10 тысяч тонн нужно было, там, или чего, или там, пудов, я не знаю. Но чего-то 10 тысяч, там, ржи, там, или пшеница. Они знали, в общем-то. Но они решили, что воробьев, потому что у человека, который нас позвал телеграмму, фамилия была бы, Воробьев. Вот ничего не изменилось, вот они до сих пор так вороны считают, все эти ребята. Рубль достиг дна. Знак рубля установили на вокзале города Дно. Да, это вот тут...